всем привет у нас с вами две пары назад начался my previous потом мы сделали такое отступление в сторону джавы и сегодня снова продолжим определился сейчас я расширю экран всем экран виден да 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 и отлично сначала в прям немного потому что был давно базовая вещь то есть парадигма предъявляет возникла в 2004 году на основе статьи от google и работает она примерно так то есть работаем с парами ключ значения и эти пары проходят вот несколько стадий первая стадия это стадия map независимая обработка ключей значений потом эти пары сортируются и группируются по ключам эти группы передаются на редюсеры и на редюсере уже происходит какая-то агрегация по этим группам вот можно посмотреть например то есть map работает примерно так берем элемент 1 и что-то с ним делаем а на редюсере берем всю группу и например вот складываем все элементы и и вот мы если посмотрим на эту задачку то вспомним задачу на подсчет чистоты встречаемости слов в тексте то с помощью map reduce мы это будем делать вот так сначала сформируем пары слова единичка потом отсортируем изгруппируем их по словам и потом схлопнем вот эти группы вот эта схема которой мы прошлый раз часто возвращались что есть такая особенность что на одном редюсере может быть или один ключ или больше чем один ключ но если на одном редюсере уже попал ключ один кто нигде на другом редюсере ключ к к 1 уже не будет вот кто помнит из позапрошлой лекции почему здесь написано вот это то есть почему блок который подается на маппер примерно равен блоков hdfs но не в точности равен потому что чуть меньше может быть или что такое может быть и чуть больше может и чуть меньше а почему да и вопрос от максима если к 1 не вмещается в память то это плохо то как бы наш рьюсер будет падать мы должны с этим как-то справиться как справиться будет чуть позже но это как бы на стороне программиста карпухин сергей говорит потому что сплиты а более подробно ну сплиты там мы называли блоки здесь называли сплиты что поменялось и и и и и и Ну а что значит, что сплиты, зачем нам, во-первых, сплиты, почему нельзя просто работать с блоками и почему они отличаются по размеру? То есть мы хотим какие-то целостные файлы передавать, не просто рандомно, а как поделенные. Да, то есть блок это как бы, мы взяли файл и разбили его с точностью до бита и поэтому, если формат хранения какой-то необычный, то мы можем сломать этот формат и не сможем прочитать файл. Да, вот все правильно Сергей написал. Ну и давайте перед тем, как мы пойдем дальше, разберем несколько таких вот задачек. Есть задача Grab, но это как бы фильтрация. Как бы вы решали такую задачу с помощью MapReduce? Фильтровали бы в мапе. Да, то есть Map это был контент, здесь контент фильтра, то есть тот текст, который содержит слово, вот мы его в мапе проверили и в принципе все. Reduce у нас нету, Shuffle and Sort у нас нету, а слово передается в Distributed Cache. Еще посмотрим на GroupBy. Тут как бы возможно два варианта. Если у нас агрегация есть, а обычно она есть, то как бы мы на мапе не делаем ничего, вот в отличие от Grab, где мы все делали на мапе, тут мы не делаем ничего. Зато мы на этапе Shuffle and Sort группируем и на Reducer делаем агрегацию, если она есть. То есть если от нас требуется просто сгруппировать вот так, то тогда Reduce не будет. А если от нас требуется сделать вот так, как здесь на этой схеме, то есть было три записи, мы их схлопнули в одну, тогда нужно делать и Reduce тоже. Ну и теперь посмотрим на вот такой вот кейс. Смотрите, это наша задача WordCount, слово единичка. Вот. И мы видим, что вот таких пар у нас много с одинаковыми словами, и их надо передать на Reducer. Для того, чтобы меньше передавать данных по сети, мы можем еще на этапе маппера вот эти вот пары с одинаковыми ключами просуммировать. И такая функция в MapReduce есть, она называется Combiner. И работает она вот так. То есть если вы посмотрите на эту вот схему, то она вам напомнит обычный MapReduce. Ну как бы Mapper, сортировка, Reducer. Ну на самом деле, вот эта часть, она выполняется локально на одной ноде. То есть там, где отработал MapReduce, у нас выполняется там же сортировка и там же выполняется Combine. Вот. И после этого уже идет глобальный Shouts and Sort и потом Reduce. Вот. Давайте посмотрим на эту схему еще раз с прошлого занятия, точнее. Что у нас тут есть? У нас отработал Mapper. Результаты мы записали в буфер в памяти. Ну мы помним, что я в прошлый раз рассказывал, если буфера не хватает, мы скидываем это все на диск. Но так или иначе у нас результат хранится на этой ноде. Тут же мы его можем отсортировать, получить вот такие вот группы. И место для комбайнера оно вот здесь. То есть прежде чем мы понесем вот эти группы дальше в Reduce, мы их уменьшим, мы их схлопнем. Чем отличается комбайнер от Reducer, то есть он по сути делает похожие вещи. Ну, во-первых, он сортирует результат работы одного маппера, поэтому данных мало и все происходит на той же ноде, значит, нет передачи данных по сети. И вот комбайнер может применяться несколько раз. Чтобы понять, почему так, давайте я открою другую схему. Так. 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 Это схема с предыдущей презентацией. И посмотрите, как у нас работает MapReduce в деталях. Вот у нас результат хранится в буфере, но этого буфера может не хватать. Тогда мы делаем спилы, то есть мы скидываем лишние данные на диск. Вот, то есть скинули один раз, скинули второй раз, и у нас получается много вот таких кусочков данных. И мы начинаем их схлопывать, комбайнить. Выполняем комбайнер для одного кусочка, для второго, для третьего. В результате вот эти спилы мы схлопываем в один файл, вот Merge. И еще раз выполняем комбайнер. А еще может быть такой кейс, когда у нас несколько мапперов отработали на одной и той же ноде. Поэтому мы как бы обработали данные с одного маппера, от комбайнера. Но видим, что еще на этой же ноде у нас выполнялся другой маппер. И мы тоже можем не тащить эти два файла на Reduce, а обработать их комбайнером вот здесь. Поэтому вот Merge Final. Все обработали, и дальше уже вот этот померзенный файл отправляем по сети на Shuffle & Sort. То есть, как вы видите, комбайнер может применяться сам к себе несколько раз. А может быть такое, что он вообще не будет применяться. Вот здесь написано, вырожденный случай, когда у нас одна запись. Ну или даже не одна запись, а если там две или три записи в результате маппера, то Hadoop умный, и он понимает, что стартовать комбайнер – это по сути стартовать контейнер. То есть, нужны ресурсы в Ярне, нужно стартовать виртуальную машину Java. То есть, это долго и сложно. Если записей мало, то он запускать комбайнер не будет, а сразу прямиком отдаст это дело на Shuffle & Sort. Вот главная вещь, что так как комбайнер у нас может применяться несколько раз к самому себе, то мы не должны менять тип ключ-значения. Просто если мы поменяем и захотим еще раз применить комбайнер, то входные данные уже будут другие, и комбайнер может упасть. Хорошо. Есть ли вопросы по комбайнеру какие-нибудь? Что происходит в том случае? Если комбайнер не применяется, как мы сказали, комбайнер не меняет тип ключа-значения, поэтому он не применился, мы просто дальше пошли с этим блоком данных работать так, как будто у комбайнера нет. То есть, вот здесь, сейчас я найду схемку. Вот здесь он не применился, допустим, и мы вот эти блоки, необработанные, отдали дальше на Reduce. Хорошо. Есть еще какие-нибудь вопросы по комбайнерам? Тогда сейчас я пока найду схемку. Если вопросов нет, давайте тогда поработаем с комбайнером более так практически и попробуем решить вот такие задачи. То есть, у нас есть какие-то пары или просто, может, не пары, а числа, и мы хотим на Reducer посчитать сумму, среднюю и медиану. Давайте подумаем, какой будет комбайнер в каждом из этих случаев. Вот давайте начнем с суммы. Какие тут идеи есть? Мы, видимо, после того, как это сортировали, у нас подряд идут одинаковые ключи с разными значениями, и мы просто подряд их идущие просуммируем локально. Да, вот все правильно. То есть, по сути, комбайнер повторяет Reducer. Мы считаем сумму ту же самую. У нас не меняется тип ключа значения, то есть было слово «число» и стало слово «число» тоже. Правда, число увеличилось, оно стало другое, но все равно число. А среднее надо хранить количество и сумму. То есть, да, у нас был маппер, в маппере мы хранили wordCount, но если мы будем считать среднее и сохранять его в каунт, то нам получится так, что нужно считать среднее от среднего. А среднее от среднего – это уже неправильное среднее, поэтому вот здесь должно быть слово «единичка». То есть, вместо одного каунта должно быть два числа. Я это сейчас покажу тоже на схеме, поэтому если кто-то не понял, то не страшно. И давайте подумаем вот здесь, что будет, какой комбайнер. Разве медиана от медианы будет медианой? Да, комбайнер не может изменять типы данных, но значение это он может изменить. Но медиана от медианы, она не будет равна медиане, поэтому тут не так. Вот что такое медиана. Если кто-то забыл, то мы упорядочиваем наши числа и берем среднее по позиции. Если у нас число элементов четное, то берем два соседних и берем между ними среднее. То есть, главное, что нам нужно данные как-то отсортировать. Вот, поэтому, действительно, на этапе маппера, на этапе комбайнера мы еще не можем глобально отсортировать данные, поэтому для медианы комбайнер сделать не получится. Вот, комбайнер, который ничего не делает, в нем смысла нету. Ну, мы просто, если он ничего не делает, то он нам и не нужен, мы его не подключаем просто. Вот, на комбайнере мы можем прочитать сумму, Святослав говорит, но нам нужны медианы, то есть нам не надо терять числа. Нам надо их отсортировать и взять среднюю позицию. Поэтому, если мы сделаем сумму, то мы потеряем порядок. Но надо еще порядок где-то хранить. Можно так что-нибудь попробовать, то есть уже с двумя значениями. Но, в принципе, комбайнер нам тут только усложнит все. То есть, комбайнер нужно применять не всегда. То есть, видите, в редюсере комбайнер – это сумма, в AVG в среднем комбайнер – это сумма и каунт, и при этом нам надо изменить маппер. То есть, если у нас было маппер слово единичка, то теперь, чтобы у нас комбайнер не изменил ключ значения, то есть в результате комбайнера получилось два числа, значит, тут тоже должно быть два числа. Да, можно использовать формулу для понтилий. Ну, то есть, всякие статистические примочки есть, но, как правильно говорит Сергей, это будет уже не точно, оценочно. Да. Ну, мы пока говорим про точный подсчет, а, в принципе, в реальной жизни в таких вот задачах Big Data нам нужно часто что-нибудь оценить. у нас будет через пару лекций хайв, и там мы в хайве будем использовать приблизительные подсчеты. Вот если приблизительно, тогда да, тогда можно. Вот. Есть еще такая штука, как idmapper-комбайнер. Что это такое? Если мы до этого смотрели на вот эту схему, и комбайнер – это был запуск какого-то процесса, какого-то java. Но, в принципе, если мы знаем, что у нас данные устроены так, что прямо много повторяющихся слов, то можем уже на маппере, то есть мы знаем, что записей у нас много, пар ключ-значения, а уникальных слов мало. Поэтому мы можем уже на маппере сделать просто вот дикт локальный. В этот дикт позаписывать слова, и уже здесь будет вот такая штука. То есть приходит одинаковое слово единичкой, мы их тут же слопываем в слово n. Вот. Это очень удобно. Не надо даже писать свой комбайнер, не надо думать про то, что ключи-значения не меняются. Но у такого подхода есть минус. Кто подскажет, какой? Чем плохо, если мы будем считать, как бы делать функционал комбайнера на маппере? Да, именно так. То есть вот тут, как я сказал, нам нужно хранить dictionary, чтобы по каждому слову считать n. И может оказаться так, что у нас таких слов очень много, и для этого словаря не будет хватать памяти. Поэтому вот таким лучше не увлекаться в целом. Вот. С комбайнером пока все. Появились ли вопросы по поводу комбайнера? Так, если нет, идем дальше. Еще один элемент – это компаратор. Вот мы с вами на семинаре по MapReduce на ближайшем разбирали задачу, где нужно что-то отсортировать в обратном порядке. И оказалось, что Hadoop у нас сортирует лексикографически все, как текст. Плюс оно сортирует только в прямом порядке. Поэтому, чтобы сортировать в обратном, надо писать вот такой костыль. Но костыль писать не хочется. Что можно сделать? Можно сделать свой компаратор. Свой компаратор можно написать только на Java или можно использовать уже готовые. Для тех, кто знает Java, надо написать вот такой простой класс, который реализует этот интерфейс. И у этого класса, по сути, нужно реализовать только один метод. Вот такой. То есть Compare для сравнения двух объектов. Ну, это для Java. Для нет Java можно использовать K-Field-based компаратор. Что здесь указано? про этот компаратор. То, что мы его можем подключить к нашей мапридью-задаче. Ну, помните, вот код на стриминге, где мы подключали минус маппер, минус комбайнер. То есть можем подключить вот этот готовый компаратор и использовать всякие опции с ним. То есть по какому полю сортируем? Можно по нескольким полям даже. Дальше как сортируем? Как числа? В каком порядке сортируем? Вот. Ну, тут еще есть дополнительные опции. В принципе, если хотите понять, какие опции есть у K-Field-based компаратора, то просто сделайте man-sort. И опции, они в принципе совпадают с опциями команды сортируем. Вот это что касается компаратора. То есть пишем только на джаве, реализуем вот этот метод, ну или используем готовый какой-то класс. Еще один элемент – это партишнер. Вот кто помнит с прошлой пары вообще зачем нужен партишнер, что он делает? Ну, про это точно было, никто не помнит? Да, делит данные перед сортировкой. То есть нам нужно как-то обеспечить вот это вот. Вот. То есть чтобы данные разбились по редьюсерам, причем разбились правильно, чтобы у нас не были ключи разбросаны по всем редьюсерам. И за это отвечает именно партишнер. Что он делает? По умолчанию он работает вот так. Он берет хэш от ключа, делит на количество редьюсеров, и на выходе получается номер редьюсера. Но бывает так, что нам нужно использовать какой-то свой партишнер. Например, у нас есть какой-то сложный ключ. Вот здесь какой-нибудь ключ типа field1, field2, field3 и value. И мы хотим сделать так, чтобы у нас… Да, мы будем редюсить по этому ключу всему, но мы хотим сделать так, чтобы все ключи, у которых одинаковый F1, попали на одну ноду. Что при этом можно сделать? Можно сделать свой партишнер, который будет работать вот так. Хэш от ключа 0, делить на R. То есть вот такой партишнер новый, он не нарушит вот эту вот нашу схему. Просто потому, что не может быть так, чтобы хэш от ключа 0 был разный, а вот эти хэши… То есть, а вот эти значения все были одинаковые. Поэтому схема у нас вот эта не нарушится, но мы просто с помощью партишнера можем сделать дополнительное условие, что вот эти K2, K3, K4, они будут не просто какие-то ключи, а вот ключи с одинаковым F1. Ну и как его реализовать? Его реализовать можно тоже только на Java или использовать готовый. Для тех, кто это реализует на Java, вам нужно реализовать всего одну функцию. Вот такую. То есть на вход подается пара ключ-значение и константа R, количество редюсеров. И дальше нужно на основе этих трех значений выдать номер редюсера. Как мы это будем делать, это вот на наше усмотрение уже. Вот, то есть мы с вами разобрали три дополнительных элемента в MapReducer, то есть есть не только Map и есть не только… То есть можно, чтобы элементы с одинаковыми ключами попали в разные редюсеры? Теоретически мы так можем сделать, но это будет нарушать MapReduce и как бы Hadoop не гарантирует, что в этом случае мы посчитаем правильно. А так, да, можно сделать, можно вообще внутри партишнера реализовать просто какой-нибудь рандом. Вот такую функцию условно. Int getPartitioner. Тут kValue.r И мы делаем там… Вот так. То есть вообще какой-то рандомный редюсер, мы это раскидываем как попало, но потом-то у нас все сломается, потому что мы будем считать по ключам, а у нас ключ один есть и здесь, и здесь у нас будут какие-то частичные результаты, которые нужно будет потом доагрегировать. Ну да. Ну, написать такой код можно, и он даже заработает. Я правильно понимаю, что это вопрос к тому, что если у нас ключей k1 очень много, вот как здесь, у нас много ключей k1, и они не влазят в память. Что делать с ними? Ну, давайте их рандомно раскидаем. Как вариант, конечно, да, но нам потом придется еще отлавливать эти ключи по всем редюсерам. И как бы придется запускать, по сути, еще одну маппельную задачу поверх этой первой. Поэтому если мы хотим бороться с жирным вот этим ключом, то лучше сделать не так. Лучше сделать еще на этапе маппера какой-нибудь сид, то есть сделать k1, рандом, например, 4. Вот. И все. У нас получается, что мы этот жирный ключ разбили на 4 других ключа. И Хадук будет думать, что это разные ключи. Он их посчитает, а нам потом останется как-нибудь вручную сложить пары типа k1, n1, и там k1, 2. Вот здесь k1, 1, например. Вот такие пары нам останется сложить вручную. Но их уже будет немного. Мы точно знаем, сколько, точно знаем, как они выглядят. Поэтому тут как бы уже не маппредьюса, питоны нам в помощь. Да, вот если мы хотим бороться с несбалансированными данными, то остается вот так только подсаливать ключи. Хорошо, давайте разберем вот такую задачку. это упрощенный обратный индекс. Что вообще такое обратный индекс? Это алгоритм, который часто используется в всяких поисковых сервисах. То есть у нас на вход подается список документов и какое-нибудь слово. И нам нужно выдать поисковую выдачу слова и список документов, в которых оно нашлось. в реальной жизни мы там еще сортируем по встречаемости этих слов. Но это уже следующий этап. Давайте пока посмотрим на эту задачу и подумаем, как бы вы делали ее с помощью маппредьюса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Возможно, в маппере разделил бы контент по отдельным термам и далее уже передавал просто сочетание обратное, типа пару из терм и док-айди. Да, все именно так. То есть в маппе мы проверяем, есть ли терм, если терм встретился, то мы формируем вот такую пару. Потом нам остается это дело сгруппировать, потому что терма может быть несколько и у нас будут вот такие группы терм и куча айдишников. На комбайнере мы, в принципе, делаем то же самое. То есть мы на комбайнере делаем группировку из вот этих пар и на редюсере продолжаем делать группировку. Вот, ну и теперь давайте посмотрим на настоящий обратный индекс. То есть тут появляется еще tf, терм-фреквенси. И мы не просто формируем группу из терма и кучи айдишек, а мы еще считаем у каждого документа терм-фреквенси и сортируем по этой терм-фреквенси. Вот. Как считать терм-фреквенси? То есть, по сути, мы на вот эту вот задачу, которую здесь решили, мы еще накручиваем сверху вордкаунт. У нас получается на маппере терм-док-айди единичка, на редюсере мы делаем суммирование терм-док-айди. Вот. Но на выходе у нас должен быть выход вот такой. терм и список пар док-айди тф-док-айди тф. То есть, несмотря на то, что тут ключ док-айди и терм, вот видите, то есть, по сути, если мы не будем смотреть на эту последнюю строчку, то вот этот мап и вот этот редюс, это что? Это, по сути, вордкаунт. Только ключ тут стал больше, он стал из двух элементов, ну а так это вордкаунт. А дальше, чтобы получить нам вот такой выход, нам нужно обеспечить то, что пары с одинаковым термом придут на один редюсер. То есть, вот это самый уже партишнер, когда у нас есть терм-айди и сумма, и мы пишем партишнер, который сделает хэш от терма делить на R. И тогда все пары с одинаковым термом, они придут на один редюсер. Это ничего не нарушает, но мы сможем составить из них вот такие вот кортежи. Вот это как бы реальный случай, в котором нам нужен свой самописный партишнер. Есть ли какие-то вопросы по этой части? Нам еще сегодня осталось две темы, одна маленькая, другая большая. И если успеем, еще и третью рассмотрим, и тогда в теории MapReduce будет закончен. Хорошо, тогда идем дальше. Данные на выходе маппера и редюсера можем хранить двумя способами. Вот даже если рассмотрим эту задачу с термом и док-айди, у нас док-айди может быть много, поэтому мы их можем хранить двумя вот такими способами. Подход называется Pairs и Stripes. Первый способ – это когда мы храним терм, и вот тут хранится коллекция из каких-то ключей. И второй способ – когда у нас на каждое значение формируется своя пара и получается много пар. Можете сказать, какие плюсы и минусы у каждого подхода? Первое – по памяти меньше занимает? Так. И еще. По памяти меньше? Stripes – это меньше по памяти? Ну, вроде как да, потому что не нужно кучу раз термс повторять. Термс не надо повторять, но у нас одна запись вот эта вот, она может быть очень длинной. Ну, с этой точки зрения, да. То есть, как раз в плане памяти Pairs лучше, потому что, да, записей много, но они короткие. И мы помним вот эту схему MapReduce и помним, что MapReduce не боится того, что у нас закончится буфер. То есть, мы будем эти пары скидывать, скидывать, скидывать в буфер. В какой-то момент буфер скажет, я переполнился, скидываю на диск все. И будем дальше скидывать. То есть, тут можно как угодно. А вот что делать с тем, что у нас огромная пара, на одну пару не хватило памяти, вот тут непонятно. Тут имеется в виду, лучше данные хранить для input of mapper? Для output of mapper. Для output. Что касается памяти, Stripes в плане памяти даже больше нагрузку дает. Но зато мы меньше передаем данных по сети, меньше пишем на диск, то есть пары большие, но редко. То есть, взяли одну пару, забэкапили вторую, и их будет не очень много. А что касается pairs, больше записей, то есть, да, меньше нагрузка на память, потому что записи маленькие. И тут еще плохо то, что мы вот эту большую пару собираем и храним прямо внутри маппера. А здесь у нас такого нет, мы просто маленькие пары скидываем в буфер, память не грузим, но зато мы грузим диски, потому что надо все время бэкапить данные на диск. И грузим сеть, потому что вот эти пары, то есть маппер отработал, он их забэкапил, но потом вот эту всю кучу пар придется передавать дальше на редьюсер. Поэтому вот такие вот особенности. Хорошо, и теперь нам осталась самая большая боль маппредьюса, это джойны. Именно реализация джойна в маппредьюсе привела к тому, что стали появляться какие-то новые системы, в которых джойн сделан проще. Например, там системы Hive, Spark, потому что, как мы сейчас увидим, джойны в маппредьюсе настоящая боль. И у меня к вам два вопроса. Первое, какие типы джойна вы помните? Да, left join, inner join, right join и full join, четыре джойна. Так, сейчас я это не там врезам. Вот такие джойны. И второй вопрос. Какая самая большая проблема, если мы захотим реализовать джойнам аппредьюсер? С чем вы сразу столкнетесь, что вам там не нравится? Есть какие-то две таблицы. или два датасета, и мы хотим их поджойнить. Спасибо. 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 Есть ли какие-нибудь идеи? Какие будут проблемы сразу, как только мы начнем пытаться сделать джойнам аппредьюсе? Хорошо. Хорошо. Основная проблема тут в том, что датасета два. То есть до этого мы получали какой-то один датасет, у него одна структура, и мы его дальше гнали через map, потом через combine, потом через reduce. А тут два датасета с совершенно разной структурой. И мы не можем вообще в маппредьюсе мы не можем сказать, что вот у нас два разных маппера, и поэтому на таких нодах работает этот маппер, а на таких нодах работает другой маппер. Так как так сделать нельзя, приходится вот так вот извращаться. То есть что мы делаем? У нас два датасета. Ну и давайте, например, сделаем какой-то более реальный пример. Ну, например, у нас есть таблица студентов, ID, name, фамилия, ну и что-нибудь еще, какие-нибудь строковые данные. Ну и еще, что тут важно, это группа. И есть отдельная группа. Ну и тут тоже какие-нибудь еще строковые данные. То есть есть две таблички студенты группа, и когда мы хотим их поджойнить, даже без какой-то агрегации, просто сделать джойн от этих двух таблиц. Мы видим, что у нас разная структура. Здесь, например, у нас четыре поля, а здесь два. А у нас с разными ID-шниками, только в единственном экземпляре в датасете? Давайте считать, что да. Ну, то есть обычная таблица, уникальные ID-шники. То есть здесь ID-шник группа ID уникальный, а здесь ID-шник ID уникальный. А вот группа ID в этой таблице не уникальна. Да, мы можем сделать какой-то маппер, который будет эти структуры рассматривать как ID и какой-то объект. В объект можно запихать и вот это все, и вот это, не важно. Но получается другая проблема. Да, мы вот так записали, у нас отработал маппер, но дальше как из этого объекта нам восстановить данные? Как понять, где хранится вот это, где хранится вот это? Опять кастить, опять пытаться этот объект распарсить, но не очень хорошо, поэтому мы еще храним тег. И в этом теге мы укажем все-таки, откуда пришла эта строка. Из первого датасета или из второго? Тег это A и B. Вот тут мы видим. ID, получается, это будет группа ID как раз-таки. Да, это будет группа ID, все правильно. Вот, то есть добавили тег. Ну и теперь нам нужно эти данные отсортировать, сгруппировать, то есть запустить обычную стадию MapReduce. После этого у нас вот эти пары приходят на редьюсер, сгруппированные по группой ID. То есть у нас придут пары и с тегом равно A, и с тегом равно B. И нам останется уже на стороне редьюса реализовать джойн. То есть, по сути, у нас на один редьюсер придет группа ID равно, допустим, 1, и куча вот таких пар. И значит, на выходе у нас будет что у нас будет на выходе. У нас будет куча строк групп ID равно 1. И также вот эти поля. Зависит же от джойна. В смысле зависит от джойна? В смысле, какой джойн мы реализуем? Лев джойн? Ну, неважно. Все равно будет такая структура. То есть все равно останется ID-шник и вот какие-то здесь вещи. Лев джойн, рай джойн и иннер джойн, он влияет только на количество записей, которые у нас будут на выходе. Да, то есть, ну, как бы тут реализуется уже логика в редьюсере, логика джойна. Как мы напишем код, так он и будет. Ну, я к тому, что в одном джойне у нас, получается, будет просто один результат. Еще раз, не совсем понял. Ну, у нас же в одной таблице только единственный элемент групп ID и number. Получается, если при каком-то джойне у нас будет он единственным. Да, например, так. Там скорее связано с тем, что у нас где-то будут нулы, то есть где-то может быть группа, у которой нет студентов, или студент, у которого нет группы, и там будет null. И мы вот эти вот нулы выкидываем. Хорошо, а есть еще такая оптимизация джойна, когда у нас датасет, один из датасетов маленький. Сейчас я ее тоже покажу. Вот, то есть, если у нас оба датасета большие, вот такие, то нам ничего не остается, кроме как их тегать, потом сортировать и редюсить на редюсер. А если у нас один из датасетов маленький, и мы можем целиком его считать в памяти, то тогда получится, что мы имеем кусочек датасета А и весь датасет Б, и уже здесь мы можем этот кусочек поджойнить. Потом здесь поджойнили, здесь поджойнили. Получили такой частичный джойн, и редюсера у нас нету, но в принципе можно сделать редюсер, который просто сделает юнион. Хотя юнион можно сделать и без редюсера, то есть просто записи у нас пишутся в HDFS, и потом они все пишутся в одну папку. У нас, по сути, юнион делается автоматически. Вопрос, всегда ли можно реализовать реализовать вот такой mapside join? Точнее, все ли типы джойна можно так реализовать? Вот у нас есть один большой датасет, другой маленький, и можно ли здесь реализовать write join, leave join, или будут какие-то проблемы? Давайте придумаем пример. Есть датасет A, и у него пары типа 1 value, 2 value, на другом маппере 3 value, 4 value, на третьем маппере 5 value, 6 value, ну и датасет B, у которого 1 value, например, 3 value и 4 value. Да, Святослав написал, нельзя реализовать left join, где left это большой датасет. Почему? Ответ правильный, но хочется услышать пояснение. Да, только части датасета из A будут join into B, то есть что у нас получается? Если left join, это значит, что весь A должен быть под join into B, и где-то будут нулы. то есть что у нас получается в случае с left join? у нас получается, вот мы, например, join into B и первый маппер. У нас получается такая штука. 1 value, ну, например, поджойнили value и оттуда, и оттуда. Дальше 2, а 2 у нас нету. Угу. Так, секунду. Так. Сейчас посмотрим. Давайте идти лучше по вот этому вот датасету. то есть 1 мы нашли, дальше 3. А 3 получается value null. Потом 4 у нас снова value null. А дальше берем этот маппер. И тут у нас получается как раз 1 value null, а 3 и 4 есть. Вот. И получается, что у нас будут вот такие вот пары, которые будут повторяться. Где-то будут нулы, а где-то будет значение. И нам придется после вот такого left join еще делать маппередюс задачу, которая будет эти пары искать и схлопывать. Вот основная проблема в этом. Это кажется, что в left join нам просто нулы же не нужно эти хранить. Кажется, наоборот, это будет проблема была бы в right join и full join. Или я что-то не понимаю. В full join тоже такая же проблема будет с нулами. Да, кажется, ты, Саша, прав. Это не left join, а right join. А, ну да, точно. Это right join. Ну, как бы все, вот такая проблема тут есть. Ну, с left join, в принципе, даже проще. У нас там нету этих нулов, и дообрабатывать ничего не нужно будет. Есть еще одна оптимизация, называется bucket side join. то есть здесь было понятно. Датасет большой, датасет маленький. А вот здесь датасет, конечно, маленький, но считать его в distributed cache целиком мы не можем. Он не настолько маленький. Поэтому мы его бьем по частям и считываем каждую часть вот в distributed cache на разных мапперах. Здесь первая часть, вторая и третья. А здесь тоже кусочки датасета. И давайте посмотрим теперь, а какой тип join вот здесь нельзя реализовать. Если у нас и там кусочки датасета, и там кусочки датасета. А имеется в виду, что мы эти кусочки делаем одинаковым партишном, то есть, типа, у нас ключи падут из разных датасетов все равно в одного только маппера, или как? А, видимо, нет, потому что у нас не ассортированы изначально, если данные... Вот пока нет. Пока просто мы разбили датасет как-то по сплитам и тут как-то его по сплитили. Какие типы join здесь нельзя реализовать? На самом деле, никакие. Вот таким способом ни один join реализовать не получится, потому что у нас и в случае left join будут нулы лишние, и в случае right join будут лишние нулы. Вот, ничего не получится, поэтому для чего же нам этот bucket side join нужен? Вот, как правильно сейчас кто-то из вас сказал, что нам нужно подготовить данные. и вот если у нас ключи, которые есть в кусочке 1 совпадать с ключами, которые есть в этом кусочке 1, то тогда мы просто можем сделать маленькие join независимые на каждом маппере и потом сделать union. Но нужно заранее подготовить данные и знать, как мы их разбиваем. Есть ли какие-то вопросы по join? Мне пока нужна минута, чтобы найти еще презентацию. Насколько вообще корректно делать join и мы предьюсом, если в целом, как я понимаю, большие базы оптимизированы под то, чтобы делать join на каких-то огромных масштабах или ошибаюсь? Большие базы ты имеешь в виду всякие там HB из вот этого все, да? Вообще, ну я меньше опыта имел с ними, поэтому не знаю, но кажется, что люди в продакшене используют какие-нибудь типа сгрессы и все остальное. Как-то им приходится иногда join. Ну смотри, сгрессы, если мы говорим про одну машинку, то есть база, которая работает на одном сервере, там такой проблемы вообще нет. то есть там есть свои оптимизации, индексирование и join на одной машинке сделать можно. А если у нас машинок несколько и мы хотим сделать какой-то распределенный join, то там будет вот такой метод использоваться. Ну, в зависимости от того, есть MapReduce или нету, если это что-то поверх MapReduce, тот же HBase, про который я сказал, или тот же Hive, там будет использоваться вот такой вот сложный метод, но правда в продакшене мы вот это все писать сами не будем, мы этого даже видеть не будем, мы напишем команду join, а она уже сама поставит теги, сделает MapReduce и как бы мы этого не увидим. Окей, понял. Хорошо, есть какие-нибудь еще вопросы? Пока я ищу Презу. Хорошо, если вопросов нет, тогда идем дальше, мы сегодня успеем как раз последнюю тему это планировка задач. Вот есть такая система Ярн, мы про нее уже немного говорили на семинарах, когда смотрели на вот эти вот Application UI, в общем очередь задач, и у нас получается много пользователей, много нод на кластере, надо как-то организовать очередь так, чтобы задачи между собой не конфликтовали. А тот Ярн, который в JavaScript, это другой Ярн? Совсем другой, да, это просто совпали аббревиатуры, ничего общего нет. Ну и как бы у нас постановка задачи вот такая, у нас приходит одно приложение, а потом приходит второе приложение, и нужно как-то решить вопрос с ресурсами. Первое, самое простое, что приходит в голову, это сделать очередь, то есть первое приложение пришло, работает, 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 пришло второе, и оно ждет, пока первое не отработает. Какие плюсы и минусы вот такого подхода, как вы думаете? Ну, плюс, что просто реализовать, минус в том, что вторая задача может на очень долго зависеть, если первая там, не знаю, состаркается, или просто долго. Да, именно так. Реализовать очень просто, а у разных программ могут быть разные требования, то есть вот этой второй программке может считаться одну минуту, а она будет ждать два дня, пока посчитается первая, висеть в очередь. Вот, поэтому второй вариант, это capacity scheduler, и здесь у нас каждому приложению дается определенная capacity, то есть какое-то выделенное количество ресурсов, вот мы, например, знаем, что первое приложение у нас жирное, мы ему дали 75%, а второму дали 25%, и оно будет спокойно работать и никому не мешать. Какие здесь плюсы и минусы? Не до конца железа тратим. Да, то есть у нас вот эти белые куски есть, которые, по сути, это простой. то есть на самом деле вот такой capacity scheduler, он подходит для того, когда у нас программа работает постоянно. То есть есть какой-то сервис, который мы запустили, и он постоянно работает в реал-тайме, отжирает 25% ресурсов своих, и все. Вот, то есть для реал-тайма подходит, сделать тоже несложно, но присвоил capacity к каждому приложению и работаешь. Но минусы это то, что есть вот эти белые куски, которые простаивают. Ну и еще сказано, что разные требования в разное время. Например, у нас может быть в задаче 90 блоков, значит будет 90 сплитов и будет 90 мапперов, потом мы сделаем какой-то и после этого все погоним на сортировку на один редюсер. Например, такая задача. И у нас будет использоваться то 90 контейнеров, то один. И получится, что нам нужно какое capacity сделать. Если capacity сделать маленькое, то что будет? У нас будут вот эти 90 мапперов очень долго ждать. Например, capacity позволяет только 10 мапперов. Как при этом будет работать задачка? Мапперы все будут работать, все в порядке, но только они будут идти порциями по 10. Первые 10 отработали, закончили, вторые 10, и вот так будет такая локальная очередь образовываться с мапперов. А если очень большое capacity поставим, да, мапперы отработают быстро, но зато третий планировщик это так называемый честный планировщик, и он умеет динамически выделять ресурсы. есть вот пришло первое приложение, ну пока никого нет, бери все. Потом пришло второе и отбирает на себя часть ресурсов. Все конечно хорошо, и он самый такой гибкий, но вот если посмотреть именно на эту схему, какие вот тут вы проблемы видите. А как мы вообще возьмем посреди вычисления отберем ресурс? Вот, именно так, то есть то, что у нас есть в этой схеме, это значит, что у нас работало первое приложение, потом второе пришло и говорит хочу ресурсов. планировщик берет и убивает половину мапперов. То, что они до этого момента работали и отработали почти на 90%, это никого не волнует, и мы просто убьем, и по сути, это все равно, что если было бы вот так, белое. То есть все равно вычисления, которые были здесь, их прибили, результата нет, и они получаются бесполезные. что в этом случае можно сделать? Можно использовать вот такой подход. То есть мы выделяем ресурсы не сразу, а вот такими ступеньками. То есть мы не убиваем мапперы, а мы просто ждем, отработал один маппер, значит все, этой задачи ресурсы больше не даем, а даем другой. Отработал следующий маппер, опять забрали, опять забрали. Именно так у сделано на кластере. Вы тоже можете увидеть, что запустили какое-то приложение и будет написано, сначала оно использует 10 контейнеров, потом 8, 7, 6 и так далее, меньше и меньше, особенно если на кластере живет много пользователей. Вот хорошо, какие плюсы и минусы у этого подхода, они тоже есть. плюс понятно, что гибкое планирование, а вот какие минусы тут есть? Может быть какая-то гранулярность ресурсов, то есть у нас как-то из-за маленького количества ресурсов, но не очень. Мы не сможем всю джобу сразу запустить, но не джобу, а таску, всю не сможем запустить, которую мы хотим. Всю таску? Ну да, мы сможем запустить ее частями, то есть мы будем постепенно выделять ресурсы, ну а по-другому никак не сделаешь, то есть да, постепенно, но это лучше, чем сразу прибить полтаски или сидеть в очереди и долго ждать. Вот, по поводу гранулярности, да, то есть ЯРМ он как бы работает в терминах контейнеров, то есть вот эти все ступенечки это работа с контейнерами. Что такое контейнер? Это некая такая абстракция, на которую выделяется, например, одно ядро процессора и один гигаоперативки, или там два ядра процессора, два гигаоперативки. То есть вот все ресурсы, которые есть у нас на кластере, они бьются на такие контейнеры в терминах ЯРН, и ЯРН работает именно с ними. Размер ресурсов на самом контейнере, он тоже может меняться. Например, один маппер работает в одном контейнере, один реюсер работает в одном контейнере. Если у нас в маппере такой код, что ему в процессе работы нужно чуть больше ресурсов, он будет до какого-то момента эти ресурсы давать в один контейнер. Если один контейнер хочет очень жирных ресурсов, то он его просто прибьет. Мы такое будем встречать в спарке. Там это очень часто встречается, что вот у нас контейнер, в контейнере работает какое-нибудь преобразование над спарковским датасетом, и мы в процессе преобразования просим еще ресурсы, просим, просим, нам все равно не хватает и Ярн в какой-то момент говорит контейнеру, ты слишком много попросил ресурсов, я тебя убью. Убивает контейнер, рестартует, ну а после рестарта мы же запускаем на этом контейнере все равно один и тот же код, поэтому этот код снова начинает просить ресурсы, снова жирнить, жирнить, его снова убивают, ну и так происходит несколько раз, пока не упадет все приложение. Такой подход есть, ну и вот что еще из этого следует, раз у нас четко так разбито по контейнерам, то непонятно, что делать вот в таком случае, что ресурсы бывают разные, например, у нас какой-то маппер хочет много процессоров и мало памяти, потом мы переходим на reduce, а там работает по-другому. Много памяти, мало процессор. То есть получается, что мы пробили данные на контейнеры, но в контейнерах у нас все время что-нибудь будет простаивать. или процессоры, или память. А есть вот еще в одной из новых версий Hadoop появились еще видеокарты, то есть еще один такой ресурс, и нам надо как-то между этим балансировать. Как это сделать? На самом деле тут уже идет ручная настройка. То есть мы говорим, что на маппер мы выделяем контейнеры с таким количеством процессовой памяти, на редюсере вот с таким количеством. Для этого есть специальные настройки, то есть там можно указать map minimum bytes, reduce maximum RAM. Вот все это можно указать и сделать такую тонкую настройку для контейнера. Есть ли какие-нибудь вопросы еще? Нет. мы можем как-то динамически писать приложения, которые пытаются там допустим выделить память и выделяют ее до тех пор, пока это возможно. А как только операционная система или контейнер ответила, что все хватит, она использует то, что ей дали. Да, так можно. То есть мы можем до какого предела наш контейнер может расти и мы можем на этот предел повесить проверку. Окей, есть ли какие-нибудь еще вопросы? вопросы?